Более 2 миллионов рублей сэкономленных штрафов и отмена НДС для арендаторов нестационарных торговых объектов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников подвел итоги работы за 5 месяцев. По словам омбудсмена, за это время в его аппарат обратились около 130 бизнесменов. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, менее чем за полгода уполномоченные и его подчиненные приняли участие в 8 судебных процессах в качестве защитника предпринимателя или третьего лица. По результату 100% положительных решений в пользу предпринимателя. То есть мы сэкономили где-то, наверное, больше 3 миллиона, больше 2 миллионов рублей на штрафах. Да, может быть для бюджета федерального это минус, я думаю, что небольшой, но для многих предпринимателей это очень весомая сумма. Один из наиболее весомых штрафов, который с помощью аппарата бизнес-омбудсмена удалось оспорить в суде, составлял около 700 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники аппарата начали регулярно участвовать в проверках предпринимателей со стороны различных структур. Это позволяет избежать бизнесмену штрафа за нарушения, допущенные впервые. Еще одна системная проблема, которую уполномоченному удалось решить – отмена НДС для арендаторов нестационарных торговых объектов. Илья Пестерников пояснил, что до настоящего времени предприниматели сверх аренды должны были платить дополнительный налог в размере 20%. При взаимодействии с Департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка правительства Севастополя была выдвинута инициатива об изменении соответствующего документа. И мы вот совместно вышли с инициативой, проконсультировались с ФНС, с Минфином по этому поводу инициативу по изменению 700-е постановление правительства. То есть нужно поменять терминологию, поменять кое-какие изменения внести, и тогда, соответственно, мы сможем избежать этого косвенного налога, и больше будет доход в бюджет, и предприниматели будут экономить. По словам Ильи Пестерникова, решения о необходимых изменениях уже приняты, на данный момент ведется техническая работа. В планах на будущий год у бизнес-омбудсмена увеличить осведомленность севастопольских предпринимателей о возможностях, которыми они могут воспользоваться. В аппарате подчеркивают, уполномоченные, его юристы и консультанты всегда выступают на стороне предпринимателя, готовы проконсультировать по любым вопросам, предоставить образцы документов и заявления, а также помочь с защитой в суде.